Диана, а зачем ты запеленываешь? Мы же собирались их купать. Я так наоборот сейчас буду раздевать. Кать, я подумала, пока я несу до ванны, он же может замерзнуть, поэтому я в ванну понесу в пеленочке лучше. Девочки, давайте во что-нибудь поиграем, а? Что вы сейчас с этими куклами возитесь? Даник, ты тоже можешь повозиться, у нас совсем скоро появится сестренка и братик. Тебе же нужно знать, как за ними ухаживать. Ну, это другое дело, они живые будут, настоящие, будут разговаривать, огукать что-нибудь. С ними интересно, а в куклы я не играю, я же мальчик. Макс, давай во что-нибудь поиграем? Даник, я сам не знаю во что, пойдем к девочкам, может они предложат что-нибудь? Не, они предложат, я только что оттуда, они там свои куклы играют. Эх, ну ладно, давай у мамы спросим, может она придумает нам какую-нибудь игру? А я уже все придумала, игра кто лучше пропылесосит, ну? Ну, давайте мальчики, помогите маме по дому. Кто лучше пропылесосит? Ой, мам, я совсем забыл, я же занят только что был. Мам, да, попозже, попозже, мы тут одно важное дело упустили с Даником, давай скорее побежали в комнату. Эх вы, помогаторы. Здравствуйте, Дарья. Здравствуй, Максим. Привет, Даник, как же вы подросли, какие вы хорошие. Здравствуйте, няня Клава. Мама, что происходит? Зачем нам няня? Ты что, куда-то уезжаешь? Нет, Макс, я сама ничего не понимаю. Клава, а вы зачем к нам? В гости просто? Нет, ну что вы, я же прекрасно знаю, что у вас родилось двое очаровательных малышей. И вам просто необходима помощь няне. Как же вы одна с двойняшками? Нет, Клава, вы что-то путаете, малыши еще не родились. И помощь нам не нужна, я думала мы справимся без няни, у меня столько помощников, дайте ребята. А, да, да, какая няня, без няни справимся, вот мы вот пылесосить, например, пошли, маме будем помогать и с ребятами поможем, пошли, Даник, пылесосить надо. Макс, ну я не хочу. Ага, не хочу, а с няней сидеть целый день хочешь? Нет, ну вот и пошли. Ну да, если мы помогать маме не будем, вдруг она и вправду подумает, что нам нужна няня. Эй, мальчики, какая няня, вы чего тут шумите пылесосом, у нас дети спят. Да не у вас всегда спят, это же куклы, там представляете, няня робот пришла на работу к нам напрашиваться няней, говорит, у вас дети родились, вот мама ей объясняет, что нет еще. Что няня нам особо не нужна, так что давайте этот, если что, маме помогите чем-нибудь. Ну здравствуйте, этого нам еще не хватало, я надеюсь, мама откажется от ее услуг. Как это они родились? У меня официальная информация, что у вас появились двойняшки, мальчик и девочка. Когда я от них уходила, я поставила камеры в доме, и я видела сегодня, что Катя и Дианка, Хм, они мне врут, и не хотят брать меня на работу. Клава, ну я же объясняю, ну посмотри на мой живот, дети еще там. Господи, ну не веришь, я тебе справку могу от врача принести. Если нам понадобится няня, я обязательно тебе сообщу, если не буду справляться, ладно? Хм, хорошо, только пообещайте мне, а я уж пообещаю вам присматривать за вашими малышами, и чтобы они ни в чем не нуждались и всегда улыбались, я очень надеюсь, что вы мне позвоните. Конечно, 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 сообщу вам в первую очередь. До свидания. Фух, няня-робота нам еще не хватало, опять будет какой-нибудь сбой в программе, непонятно что она с малышами сделает. Да исправлюсь я, первый раз что ли? До свидания, Максим, точнее, до скорой встречи. Фух, няня, вы уже уходите, даже чай не попьете, до свидания. Макс, ты совсем про меня забыл, я же робот, я не пью чай. Спасибо за предложение. Ты ее в принципе не предлагал, просто прикололся, до свидания, няня. Сейчас пойду дверь закрою, чтобы не вернулась. Дианка, пойдем малышей покормим, мне кажется самое время. Хорошо, Кать, уже идем. Пусть пока полежат на стульках. Кать, приготовишь две бутылочки, ладно? На, а я за ними присмотрю, чтобы не упали. Хорошо, осталось вспомнить, куда мы их положили последний раз. Может посудомойки, может мама убрала, помыла? Ну вот, я же вижу своими глазами. Они меня обманули. Вот, два малыша. Хм, коварная семейка. Ладно, как хорошо, что у меня остались ключи от их дома. Ха-ха, всегда думала, что пригодятся. Ну что, Дианка, помыли, накормили, давай спать укладывать. Давай, можно они будут спать на моей кровати. Хорошо, переноси, а я включу им колыбельную. Кстати, друзья, если у вас есть проблемы с просмотром Ютуба, заходите к нам на канал в Дзен или на Рутуб. Там всегда новые серии. Катя, малыши готовы. Ну все, включаем колыбельную, пусть спят. А мы пошли мультики посмотрим. Мам, переключи. Ладно, Катя, сейчас. Эй, нет-нет-нет, я вообще-то смотрю. Прибежали тут, идите в свои куклы играйте. Даник, ты уже насмотрелся, дай нам тоже посмотреть что-нибудь. Я же не буду смотреть твой синий трактор. Так, ну вы тут договаривайтесь как-нибудь, и я пойду на кухню что-нибудь приготовлю. Дианка, нам нужен пульт. Кого пульт? У того и мультики. Даник, нет, Катя мой, нет-мой. Ты уже смотрел, дай тогда хотя бы досмотреть. Здесь никого. Отлично. Даша на кухне. Хм, вот же они. Мальчик и девочка, все как я и говорила. А мне врут. Идите-ка сюда, мои дорогие. Как хорошо, что вы спите. Не будете сильно кричать. Главное, мне вас не разбудить. Как же долго я этого ждала. Ха-ха-ха. Хм, тут где все есть-то? О, а чего вы все синего трактора смотрите? Новая серия, что ли, какая-то? Ага, новая. Даник пульт не отдает. Эх, Дианка, пойдем. Может, наши малыши уже проснулись? Поиграем еще. Все равно это неинтересно смотреть. О, давай-давай, я посмотрю, давай. Поп поднял, место потерял. Я тут теперь посижу. Ну что, Дианка, спят? Давай разбудим. Ага. Вот и не разбудим, их нет. Катя, ты их куда-то переложила? К себе на диван, что ли? Нет, Дианка ее не трогала. Ты что? Куда они делись? Не могли же они сами куда-то уйти? Вот и я о том же. Хм, странно. Это, наверное, мальчики их украли. Даник, ты взял наших кукол, говори быстро, куда ты их спрятал. Дианка, я ничего не брал, я вообще-то с вами тут был. Ну да, точно, Дианка. Он же с нами здесь мультики смотрел. Макс, куда ты дел наших кукол? Быстро говори. Я не трогал ваших кукол, зачем мне они? Ну что у вас тут опять случилось, а? Я там пюре сделала, котлетки, идите кушайте. Хорошо, мам, только пусть Макс вернет нам сначала наших пупсиков. Ну, если б я их брал, я бы обязательно вернул, я их не трогал, даже не видел. Мама, он врет, больше некому. Даник с нами был, а тебя как раз не было, вот ты их куда-то и дел. Они меня не обманули, это не настоящие их дети. Значит, Даша на самом деле еще не родила. Мама, ладно, оставлю их здесь и вернусь попозже, когда там у нее день. А, она же обещала мне сообщить, но вдруг забудет. Я лучше помониторю через врача, когда же появятся два этих очаровательных, так нужных мне малыша. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Макс, если взял, то отдай, это не твое. Не право я, чего вы на меня накинулись, мне не верите, как мне вам доказать, тут правду говоришь, никто не верит. Вообще, я к себе в комнату пошел. Хм-хм, девочки, у вас хорошо все там с памятью, там я не знаю с чем. На диван положили, а потом меня еще обвиняют, дети забирайте своих пупсов, вот они лежат. Где, Макс? Хм, странно. Макс, так ты нам их и вернул, да? Ушел еще такой в свою комнату и подложил. Они бы сами до сюда точно не дошли, это же куклы. Ну, Макс, как тебе не стыдно, а? Дианка, понесли их в кроватку, пусть там спят. Да не брал я их, ну не брал, ну ребята, ну скажите вы им, а? Ну как они тут оказались, ну я откуда знаю, а? Нех вы, я найду способ, я придумаю, как сделать так, чтобы вы мне поверили. Выясню я, как ваши эти пупсы тут оказались, и тогда извиняться будете передо мной, поняли? А вы, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Тринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Заходите к нам на Рутуб и на Дзен, там канал называется также Тринелка, и вы всегда сможете увидеть все наши новые серии. И напишите им, вот этим двум неверующим, что это не я, не я брал ваших пупсов, а кто, это я обязательно выясню. Субтитры сделал DimaTorzok